здорово привет олег рад всех видеть и я также но я хочу вот что сказать сегодня мы не будем записывать ролики по поводу актуальных политик моментов политики современной россии опять я бы хотел вернуться к своим философским тетрадь и тема будет называться у нас меркантилизм но слово такое согласитесь меркантильность меркантилизм раздражает обычных советских людей и не только советских а многих людей кто вырос на русской классике но в переводе этот торгаш по большому счету живущий на выгоду и прочее но мне представляется сегодня очень важным расхвалить меркантилизм и я дам немножко слова климу а потом возьму себе и мы немножко подискутируем выскажись дорогой меркантилизм эта штука которая категорически отличается от меркантильности когда говорят что а ты меркантильный тип парамоша из классики и прочее прочее вот меркантильный это строго негативное в нашем отечественном классическом понимании где-то это не так кстати говоря у нас меркантильные это вот себе любивые себе на уме только за материальные ценности причем какие себе вот это плохо а меркантилизм это такая экономическая политика которая продолжалась вообще-то на протяжении столетий какие-то ее зачатки появились еще в 15 веке вообще начали ее вроде бы в англии в позднем периоде правления ричарда второго получается внук эдуарда третьего сына эдуарда черного принца ну короче говоря там вот вроде бы занялись впервые меркантилизмом что давай раскроем что-то такое чуть позже по-настоящему вот политика меркантилизма была формализована еще так не названа но по факту она была такая какая она должна быть понятное дело во франции в 17 веке при жанне батисте кольбери это канцлер и второе лицо в государстве при короле ледовике солнце и в самом деле человек был далеко не глупый оказавшись в ситуации когда франция была на очень большом подъеме как политическом так и экономическом так естественно и в смысле международного престижа во всех отношениях во первых на франции очень сильно точили зубы конкуренты но было кому но естественно было кому во первых англичане во вторых испанцы недобитые очень сильно хотели добить с другой стороны была священно римская империя германской нации конечно она уже в то время была не соперник франции отнюдь но очень отличное от нуля образование и франция как обычно находилась вот буквально так в кольце с моря там английский остров с юга испания с востока немцы поэтому я просто к чему я к тому что франция должна была чтобы сохранить себя и конечно же приумножить некоторым образом ощетиниться она конечно ощетинилась почему давайте я немножко маленькую ремарку извинишься ничего ничего почему именно в рамках философских тетрадей дело в том что слово то противное а смысл то для нас во многих для многих непонятный но если мы зададимся вопросом почему так сильно ненавидели допустим отдельные товарищи в европе тот же самый меркантилизм как экономическую систему доктрин вообще для государства образования экономическую почему условно говоря это затравку сделал рекламную почему грубо говоря в европе называли люди государства ивана четвертого грозного террабола так называемого меркантильным меркантилистским извините почему политику петра первого называли меркантилистской почему остынскую компанию называли меркантилистской что-то нас раздражает что-то нет но мне кажется сейчас клим стоит дать расшифровку этого термина чтобы дать не историографию а что сразу перейти к сущности проблем а я вот как раз к этому и собирался перейти говоря о кальбере собственно а как он ощетинился ощетинились они самое главное не пушками военными кораблями кавалерии и шпалерами пехоты хотя конечно ими тоже ну вот чтобы все это оплачивать нужна была очень сильно мощная экономика и чтобы экономика стала крепкой твердой мощной она не должна была зависеть по максимуму конечно ни от кого и началась французская чучхе то есть вот прям сорвал сорвал чучхе сразу вот к концу мы уже чучхе перейдем а ты вот прям сразу французская чучхе то есть как на подводной лодке должно быть все свое если вдруг чего-то своего нет и это обязательно нужно покупать ну такое бывает вот тогда этому чему-то дается зеленый свет потому что без этого прожить тяжело или вообще невозможно или просто в этом королевство заинтересовано вот этому дается зеленый свет до тех пор пока они начнут делать свое и если делают свое например пушки во Франции замечательные делали с 15 века одни из лучших в мире а может быть даже и лучшие они создали систему вообще-то вообще саму систему ну да артиллерийскую систему они ее первые скажем так и сделали показали всем как надо так вот если кто-то собирается продать Франции пушки будьте уверены на границе эти самые импортные пушки встретят заградительные пошлины в 300 500 тысячу процентов так чтобы когда ты ее привезешь за границу Франции тебе ее стало невыгодно продавать потому что их никто не купит потому что свои сильно дешевле ну я не говорю пушки это как пример все что угодно там ткань уголь песок глина басмаки все что хотите это одна из тем которая составила меркантилизм это политика протекционизма иногда протекционизм заменяют эти два термина делают их синонимами нет протекционизм это часть политики меркантилизма часть она очень важная но она далеко ее не исчерпывает но мы сейчас слышим в русской политической в российской политической сфере там партия роста еще когда нам говорят протекционизм протекционизм но если мы вдумаемся что это очень узкое понимание вот того самого что мы называем сегодня меркантилизмом и в данном вопросе по большому счету надо понять что он прошел большие этапы развития своего и главный то есть был ранний этап потом был развитый этап потом этап абсолютистский а потом наступил этап о котором стали уже не говорить но врагами всегда меркантилизма являлись банковские системы международные врагами были те кто осмысливал капитолин тот же Адам Смит врагами меркантилизма были крупные то что мы сейчас говорим Рокфеллеры и Ротшильды транснациональные корпорации словом всегда врагами меркантилизма являлись те кто задумывал и вот тут очень важный момент а кстати извини пожалуйста а вот не всегда потому что астинская компания сначала продвигала всеми силами политику меркантилизма а потом перестала резко в каком моменте вдруг ни с того ни с сего Англия стояла на позиции меркантилизма как явление экономического да у нас же есть та самая астинская компания которая фактически контролировала кто не смотрел пираты Карибского моря и все понимают что что то там такое где то проскальзывает вот это вот американский военный флот да он парусный да у нас нет еще авианосцев но тем не менее справлялись отлично без авианосцев они для своего технического уровня выполняли те же самые цели но они придерживались в позиции меркантилизма кстати как и по доктрине не помню кого в Соединенных Штатах мы не лезем в Европу Монро Монро нет не Монро по моему не важно сейчас они образовывают по доктрине что в США живет у себя на своем понимаешь континенте у него там есть Мексика у него там есть может быть немножко Канады а ваши европейские дела это ваши европейские дела и мы конечно торгуем конечно мы никуда не лезем но то же самое мы наблюдали как итерация предыдущая та самая астинская кампания а что случилось с астинской кампанией с британской империей что они вдруг отошли две вещи первое британская империя победив французов в семилетней войне по факту они их победили да там на континенте все было непонятно как и обычно до первой мировой войны на континенте все было очень сильно непонятно там один завоевал себе пятьдесят километров другой у него отвоевал шестьдесят пять и все объявили себя победителями но вот на американском континенте французские великие французские колонии от Канады до до Луизиана то есть до Мексиканского залива которые вообще-то рассекали американский континент практически надвое вот французов оттуда выкинули и британия шагнула в сторону Тихого океана с одной стороны а с другой стороны со стороны Индийского океана они фактически дошли до Китая и им стало нужно с Китаем чем-то торговать и тут выяснилась нехорошая вещь у Китая есть все потому что Китай сам был меркантилистским государством причем задолго до того как это стало мейнстримом очень сильно задолго до того века с 15-го как только они погубили свой великий флот с которым они совершали свои недоделанные великие географические открытия так вот а у китайцев есть все свое то есть Европа им ничего предложить вообще не может я не говорю Англия я говорю вся Европа весь запад весь запад потому что весь запад был меньше Китая по объему выпускаемой продукции и вся эта продукция отличненько продавалась внутри Китая в связи с тем что там исполинское население просто огромное а он ничего не напоминает современным Китаем ну опять напоминает да то есть мы каждый раз возвращаемся к этому термину который давно забыт в современном терминологическом аппарате у современных политиков у нас да мы говорим о протекционизме но мы забыли о том что это было вот было было как фактор для всего мира мы сейчас не говорим о глобальном мире мы говорим о том разделенном еще мире семнадцатого восемнадцатого веков а это был один из важнейших терминов а можно задам вопрос а почему так я собственно сейчас закончу то по поводу Китая по поводу Китая он нам что дал он дал неисчерпаемый рынок сбыта не поделенный вообще это был самый лакомый рынок сбыта который есть вообще вот есть источник ресурсов это Америка частично Индия кусочек Африки и есть куда его продавать в Европе ты уже ничего не переделишь это просто наглядно показала семилетняя война а потом наполеоновские войны наполеон вроде как встряхнул карту но это долго у него это получилось до 1815 года когда поставили там точку а нужен сбыт и Китай это гигантский сбыт а вдруг выясняется что меркантилизм теперь не выгоден не нужен ну конкретно остынской компании стоящей за ним британской короне он просто не выгоден потому что британской короне теперь нужно продавать а значит нужно что условия до свободной конкуренции давайте вы китайцы будете конкурировать с нашими дешевыми тканями а мы с вашим чаем ну давайте посоревнуемся пустите нас к себе и поэтому они стали резкими противниками всего этого не если это предтечит той самой глобальной экономике которая наступила сильно раньше чем о которой говорят сейчас современные наши витие умов конечно к этому просто все стремились со страшной силой но опять же те у кого были такие возможности почему все таки Адам Смит который вроде бы стоял за глобальную экономику который разработал всю концепцию современного капитализма ну не современного а того капитализма на который рассчитывал еще Карл Маркс еще до Кейнса почему он так жестко выступил против того самого меркантилита так он он же именно потому что не дает он он останавливает конкуренцию для капитализма конкуренция это святое потому что если конкуренция выключается выключается через несколько лет капитализма все его преимущества исчезают начисто но ведь Адам Смит то был умный мужик он смотрел чуть чуть дальше своего времени он понимал что смотрите вот прямо сейчас внутри государств рынки все исчерпаются ресурсы которые можно перераспределить исчерпаются и значит меркантилизм затормозит развитие а значит нужно что чтобы экономика была глобальной для глобальной экономики нужны открытые границы открытые рынки чтобы все вот как в плавильном котле как в тигле чтобы вот так вот замешались и чтобы капитализм смог освоить планету глобально он правда дальше не посмотрел что будет после того как капитализм реально освоит планету глобально тут есть очень важный момент но тогда это казалось фантастикой как полет на Марс никто не думал что это вообще теоретически возможно я понимаю но вот книжка у меня 39 том это большая советская сталинская причем энциклопедия если вы откроете на позиции меркантилизм то вы прочтете вы прочтете то что мне не понравилось причем мне сильно не понравилось сначала потом я задумался и понял в чем причина тут написано очень просто меркантилизм это основание для абсолютистских империй феодальных монархий это регрессивное явление читаю и думаю адам смит лежал в основе марксизма и как бы то что я сейчас читаю английская политэкономия так точно и то что я читаю здесь большой советской нашей сталинской не хрущевской энциклопедии в целом в общем совпадает с тем что сказал адам смит а у меня возникает такой вопрос они они никогда тоже еще не видели что наступает колоссальная глобализация они что не понимали что сталинский советский союз это и есть в чистом виде меркантилизм а тут я думаю был моментик такой что может даже не один моментик извините во первых не исключено что это все это же писалось по следам бухавинских каменевских и прочих теоретических изысков эти люди были настолько были true марксисты это были true марксисты настолько мощно продвинувшиеся в теории что они могли вообще-то не понимать я кстати не удивлюсь что большинство из них если адама смита читала иногда возникает сомнение в этом то возможно не очень понимала у меня вот опять же есть сильные сомнения в том что эти люди реально были теоретиками у ленина сомнений не было он прямо говорил что это не теоретики он может быть в запальчивости это сказал я же не знаю вот у меня у меня просто сомнения возникают тут выморванные фамилии просто есть да которые писали многие тексты один из них Бухарин поэтому тут как бы все совпадает да так вот короче говоря они скорее всего меркантилизм воспринимали как застывшее в момент времени явление то есть вот есть меркантилизм Жанна Батиста Кольбера образца то есть тот самый классический абсолютистский который потом скосплеили вообще все потому что это был просто отличный пример того как надо Петр первый этим занялся англичане этим занялись Пруссия Швеция в полный рост этим пыталась заняться словом все кто мог этим заняться все и занялись собственно кого не могли вскрыть силой снаружи кто был достаточно велик экономически силен и более менее самодостаточен можно я тебе на это возражу не возражу а потому их и не могли скрыть силой не ну стартовые нужны какие-то шансы если какой-то княжество Олег Тинштейн пытается заняться меркантилизмом понятно но представь себе империю Петра Первого которая не проводит меркантилизмскую политику которая как сейчас гонит нефть понимаешь или руду или чугун зерно и дерево да и не создает тех самых протекционистских режимов для своей страны да все мы помним юность России молодая фильм когда там таможенник понимаешь что везешь куда везешь остановить вы мешаете свободной английской или там голландской или немецкой торговли однако барабанный бой конфузия сейчас случится и конфузия случалась в том же Архангельске поэтому удивительно это читать и интересно посмотреть какие еще меркантилистские государства вот ты сейчас бы назвал до Советского Союза я бы продолжил сначала мою мысль я бы закончил что меркантилизм видимо тогда воспринимался как застывшее явление вот есть абсолютистский меркантилизм и все а между прочим абсолютизм это вещь явно регрессивная к 39 году а значит это его экономическая основа меркантилизм тоже регрессивная а значит все кто пытается заниматься ровно тем же это люди которые стоят на дороге у прогресса вот мне кажется что именно поэтому вот это было вписано в большую советскую энциклопедию если бы кто-нибудь сказал бы Бухарину что Сталин занимается социалистическим меркантилизмом он был бы я думаю резко против использования такой терминологии потому что она какая-то ну уж более некрасивая конечно к тому времени когда вышла эта статья уже было трудно переписывать а его уже как бы Бухарина то уже и не было к тому времени но проблема в том что в 31 году лозунг за 10 лет догнать и перегнать а если не догоним не догнать а перегнать нам надо пройти 50-100 лет если мы этого не сделаем нас раздавят нас раздавят то в данном вопросе это чисто меркантилистский лозунг должны ли социалисты коммунисты у меня есть свой ответ но я задаю клейму должны ли социалисты коммунисты вообще рассуждать об этом явлении в наших сегодняшних условиях так и дело в том что у нас человечеством на протяжении его недолгой истории выработаны некие инструменты которые можно применять или не применять сами по себе инструменты не хорошие не плохие вот есть молоток им забивают гвозди это хорошо или плохо но это просто значит молотком забивают гвозди молотком еще можно по черепу дать вот это его непрофильное использование явно уголовного свойства так лучше не делать при этом молотком гвозди забивает хороший человек для того чтобы картину повесить или негодяй для того чтобы организовать виселицу то есть это же один и тот же молоток но какие разные за ним стоят коннотации в итоге так меркантилизм это тоже один из молотков которые вообще-то есть в человеческой экономике которую не сегодня появился молоток этот не после ни ш generate он все время меняется и поэтому вот только когда нужно забивать гвозди нужно использовать молоток когда нужно заворачивать саморезы нужно использовать atorio потому что молоток к этому плохо приспособлен. Когда нужно рассматривать бактериев, нужно использовать некроскоп. И все эти инструменты нам уже человеческая история дала. Мы живем в парадигме, когда нам рисуют некую глобализацию. Многие левые нам говорят об альтер- глобализме. Но давайте подумаем немножко о диалектике. Ведь отрицание отрицания закон. Сейчас мы фиксируем в высказывании Клима Александровича. А в чем он заключается? Когда-то для того, чтобы сохранить свое государство в сопротивлении с другими абсолютистскими государствами или другими общегосударствами, приходилось проводить ту самую политику меркантилизма. Да, во времена советского ранних теоретиков казалось это все пережитком феодализма. Но на наших глазах разворачивается колоссальное то, что мы называем гегемонией или новый мировой порядок. Когда, грубо говоря, у нас транснациональные корпорации пожирают вашу экономику и нашу экономику. Экономику любой другой страны. Они пожирают суверенитет этой страны. И в этой связи отрицание отрицания меркантилизм становится фактором для о чем сказал Клим Чучхе Северная Корея. Все противные противные страны для современного грубо говоря экономики Ротшильдов и Рокфеллеров не надо меня обвинять глобального капитала Глобального капитала, да Все эти экономики очень ненавидят страны, которые проводят меркантилизмскую политику. Вот смотрите, как никому не нравится Лукашенко. Смотрите, как никому не нравятся другие страны, которые говорят, не, ребят, ну мы как-то вот, знаете, мы вот уже наелись вашими вот этими всеми. Мы хотим свои, понимаешь, драники есть, а не ваши Бургер Кингни. Допустим, я утрирую. Как так? А помните, как Макдональдсы пришли в Москву, когда стояли сто тысяч, ну не сто тысяч, десятки тысячной очереди. Помните, вот этот приход настоящего глобализма? И вдруг оказались потом для тех же самых советских граждан котлетки-то, столовки-то, которые... В кулинарии. В которой всегда были гадкие, вторичные, плохо сделанные, сделанные из кокошек, там бумаги... Помнишь, 90-е годы? Вот это все нам рассказывали. Помню, конечно. Там была очень интересная формула, мне она до сих пор очень нравится. В Советском Союзе нет туалетной бумаги, при этом... И нет колбасы, и при этом нет колбасы. Но при этом есть колбаса, сделанная из туалетной бумаги. Я никогда не мог понять, как это... Ну это же диалектика. Да, да, да. Только с другой стороны, черная диалектика. Так я вернусь. Понимаете, так случилось, что вдруг ни с того ни с сего на поверку сегодня тем странам, которые сопротивляются глобальному империализму с его транснациональными корпорациями, с его, условно говоря, этикой и эстетикой, условно говоря, когда тебе навязывают кушай, как я, одевайся, как я, смотри, как я, думай, как я, хоти, что я. Это ведь все МТВ, дважды два, оно же появилось не просто так. Это же навязывается все. Вдруг ни с того, ни с сего вот этот вот устарелый, замшелый, никому не интересный, даже в сталинской книжке осуждаемый меркантилизм становится фактором Чучхэ в Северной Корее, в Иране, в той же самой, извините меня, в Венесуэле, в многих других странах, которые, Китай, разумеется, которые сказали себе, ребята, ну, может быть, мы не такие передовые, как здесь написано, но это единственный способ выжить нам на этом шарике, потому что нас сомнут, сожрут и просто купят наши души, мысли и чувства. Я, может быть, ошибаюсь? Ну, вот тут опять же, вот ты спросил очень важную вещь, можно ли социалистам пользоваться меркантилизмом и можно ли не пользоваться социалистам меркантилизмом? Вот посмотрите на Китай, там все понятно, в Китае у них затянувшийся НЭП, кто-то говорит, что давно уже не НЭП, я говорю, что китайская история настолько длинная, что для них лишних сто лет потратить на новую экономическую политику это недолго, это нам 10 лет, это уже ох, это же целая проруба времени, для китайцев сто лет это мелочи, но это не суть. Я к тому, что вот посмотрите на Китай, Китай экономически невероятно развился, он мощен, используя самые разные экономические и политические приемы. Это факт, Китай это вторая, а кое-где и первая экономика мира сейчас, и имеет он огромный задел развития просто в силу демографии, там полтора миллиарда человек. Если что, они будут продавать своим, это такой рынок, что его долго не исчерпают, даже в капиталистическом смысле. Так вот, кое-что Китай в качестве меркантилизма не признает, наоборот, он лезет к этим самым, к транснатальным корпорациям, к капиталистам и говорит, знаете что, Apple замечательная техника, а вот вам, пожалуйста, наш Huawei, вот давайте Huawei, нет, 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 зачем, какие закрытия границ, какие протекционические пошлины, вы чего, у нас же, между прочим, капиталист, вот мы вам своего миллиардера даем, между прочим, посмотрите, это же такой же, как вы, только немножко вот такой, и желтенький. Вот Huawei, и что мы видим, мы видим, как транснациональная корпорация инициирует санкции чисто меркантилистского свойства, чтобы оградить себя от конкуренции с Huawei, а китайцы, наоборот, возмущаются и лезут со своим этим Huawei, и говорят, нет, братцы, давайте уж играть по вашим правилам, мы давно это делаем, нам нравится, но при этом, если посмотреть внутрь Китая, а у них нет интернета, почти нигде, то есть он у них есть, но он у них свой, меркантильный, чучхейский, китайский интернет, у них свои мессенджеры, свои соцсети, свой YouTube, короче говоря, свои социальные сети, все свое у китайцев в этом отношении есть, и они никого не пускают, потому что у них уже есть это свое, если бы у них своего этого не было, так посмотрите на 80-е годы, пускай расцветает тысяча цветов, все флаги в гости будут к нам, все пожалуйте в Китай, со своими технологиями, чем угодно, вот, пожалуйста, Китай, он бывает и такой, и такой, в принципе, это в слове меркантилизм, и в слове даже меркантильный, тут есть же правильный корень, то есть, трезво смотреть на вещи, кое-что пускать к себе нельзя, кое-что обязательно нужно, а кое-что можно попытаться, если мы, конечно, имеем такие возможности, навязать окружающим, потому что у нас эта часть очень сильная, невероятно сильная. Я раскрашу твою иллюстрацию двумя картинками, все мы знаем, что процессы в Китае очень сложные и очень спорные, и есть ситуации, ну, например, расстрел рабочих уже на озене, это чисто китайская компания, которая, конечно, крышуется, не крышуется, это местная администрация, которая принимала решения, но по финансовым потокам от китайской администрации, то есть, бизнес китайский, или вы, допустим, мы рассмотрим голодные бунты в Африке, с одной стороны, а с другой стороны крупную, значит, прокладки дорог в той же самой Африке, которую инициировал та же самая Китай. Сейчас Африка во многом просто сейчас покрывается Китаем. Китай скупает Африку страшно сейчас, просто страшно. Сейчас один из самых перспективных хостинговых рынков, ну, в смысле, показывать кино по это вот, по гаджету, кто бы думал, это Нигерия, Нигерия, там 68 миллионов семей готовы подключиться к видеохостингам, а там на низком старте стоят, кто первый, освоит Нигерию. Где это Нигерия? Кому она вчера была интересна вообще? Получается, что меркантилизм, это все надо всегда воспринять диалектически. И да, отрицание, отрицание, да, переход количества в качество. Вот если Китай достиг такого у себя количества внутренней независимости, то он начинает ее выбрасывать, значит, наружу, это тоже фактор. Поэтому термин я предлагаю рассматривать не как негативный, А как во многом для маленькой тяжелой развивающейся страны, как Северная Корея? В какой-то период там прямо они упрутся, этот меркантилизм будет развиваться прямо как не в себя. Если перед вами Китай или крупная страна, но давайте поговорим о России. Вот целая серия партий сейчас нам говорят о том, что без протекционизма или меркантилизма, говоря более широко, Россию не спасти. Клим, ну вот смотри, мы гоним нефть, гоним нефть, газ, мы сидим на нефтяной игле. Вот расскажи мне, пожалуйста, ведь выгоднее же, грубо говоря, из этой самой нефти производить условно... Калоши и их продавать. Ну, ну это просто продукт следующего передела, это же не сырая нефть, это же какое-то изделие. Калоши, пожалуйста. Ты косплеишь, Владимир Владимирович. Да, я немножко даже прикалываюсь, извините. Так вот, я предлагаю, все-таки, может быть, не калоши, а что-то более сложное. Ну нет, пускай калоши, но это действительно второй передел. Почему наши не меркантилистские и не меркантильные товарищи считают, что, ну в целом, в общем, это же дешевле, сырье-то гнать, дерево гнать, ну просто гнать сырье. А, господи, по-моему, ответ-то лежит на поверхности. Я его озвучу, потому что сейчас далеко не только в России, вот только что Доня Трамп покидал пост президента, он тоже об этом говорил, замкнуть национальный рынок в национальных границах, развить национальное производство, это много кто говорит, очень много кто, это прямо сейчас политический тренд, произносить такое, но при этом никто ни хрена не делает, по-настоящему. наши газовые и нефтяные гиганты, они давным-давно являются частью транснациональных корпораций, если не полностью, то они просто встроены в их дела. Поэтому им этот самый меркантилизм, да вы чего, какой меркантилизм? Во-первых, нас так неплохо кормят, во-вторых, например, у нас нефтяной инжиниринг процентов на 90 иностранный, то есть, если сейчас замкнуться, они завтра не смогут купить собственно чем, добывать нефть, а своего у нас больше нету. Это такая прагматика, которая в общем вполне понятна, но мы же не видим такого, за 30 лет мы этого так и не увидели, что продают нефть и газ, по газу вообще мы самый главный поставщик сейчас во всем мире, если я не ошибаюсь, и мы не тратим эти триллионы, которые за 30 лет были получены, хотя бы на то, чтобы наладить собственный добывающий инжиниринг, чтобы наладить собственную геологоразведку, не освоение старой советской геологоразведки, а масштабную свою, новую, то есть, спасти себя, если вдруг что. Ну и конечно, Владимир Владимирович совершенно справедливо, но очень долго говорит о диверсификации экономики, где эти триллионы вложены в то, например, ПВХ делать из газа, у нас газа больше всех, а где мы делаем ПВХ, а ты не представляешь, где мы делаем ПВХ, в том числе, в Таиланде, в Таиланде, теперь уже в Узбекистане, в Таиланде, в Таиланде есть свой газ, но там этого газа, ну вот столько, однако, там делать ПВХ выгоднее, чем в России, например, в Узбекистане, опять же, хороший пример, Узбекистан, вот, это значит, что, говорим-то мы о меркантилизме, уже, о протекционизме, но паровозы, пионеры экономики у нас смотрят далеко за границу, им весь этот меркантилизм не шибко нужен, у них есть свой меркантилизм, внутри собственной компании, вот внутри компании, у них с меркантилизмом полнейший порядок и полное понимание, у нас Газпром, даже такая поговорка у них есть, от сотрудников неоднократно слышал, наш дом Газпром, никакая не Россия, заметьте, у нас тут свои дела, свои прибыли, мы вам налоги откидываем, а не лезьте к нам, на этом наши отношения заканчиваются. На эту тему я не раз снимал ролики про нефтяную иглу и про прочее, вместе у меня один знакомый, который говорит, вы знаете, Россия такая большая, и Советский Союз, можно заселить все это, понимаете, зерновыми культурами и просто удушить весь Запад империалистический, переводя всю свою экономику и все свои машины на спирт или на ледяное масло и просто удушите к черту, а потом им продавать за очень большие деньги, чтобы получать доллары, это, конечно, фантастическая идея. Есть идеи, там, поворота рек, все это мне не так интересно сейчас. Интересно другое, без новой индустриализации, без протекционизма, без меркантилизма, не только внутри экономической доктрины, но и политической доктрины, Россия обречена. Почему? Потому что прежде всего в России становятся не нужны сами люди, потому что фактически в этом во всем бизнесе, который поставляет там до 70% нашей нефти, ой, бюджета нашей страны, участвует примерно 20 миллионов человек, все остальные лишние. я позволю себе прочитать, ох ты, обратно, сейчас вернем, Валенстайна мне бы хотелось почитать, да, у тебя его нет, Валенстайна мне бы хотелось, что прислали, да, что прислали, сейчас я прочитаю, собственно, звучит это так, значит, как указывает Эммануил Валенстайн, основной идеей меркантилистов и той эпохи, и будущей, была также защита страны, ее населения от деградации, связанной с режимом свободной торговли. Есть еще более радикальные высказывания современных, ну, как бы, тех, кто пересмотрел ситуацию с классическим восприятием 38-го, 37-го годов, они стояли на спорных позициях, но вот это вот понимание, что он в какой-то период, там, они уже в 60-е, 70-е годы понимали это, может стать единственным источником спасения страны, и таких стран мы видим много в этом мире, я считаю, что наш ролик во многом теоретический, он, ну, как бы, такой вот, у меня в философской тетради одно слово, но, товарищи, может быть, мы задумаемся на тему, что, если мы, мы все вместе, вдруг, не станем понимать, что Россия действительно наш дом, и все, что мы имеем, оно должно работать на вот пополнение детей, золотовалютного запаса, именно настоящего, для народа, который будет растрачиться, на пополнение человеческого, то, что я иногда употребляю так цинично, материала, на самом деле, наполнение человеческого материала, если мы не будем тратить на улучшение инфраструктуры, а все это будет просто вывозиться, то это называется нормальная неоглобальная экономика, а вот то славное некрасивое слово меркантильный, которое у нас сидит в головах, может быть, вспомним, было такое, меркантилизм, который был фактически возможным, то есть, стартовой основой для многих государств, которых мы знаем сегодня по исторической нашей судьбе, скажи что-нибудь на прощание. Иногда при работе с человеческим материалом попадаются шлакоблоки. Вот в чем дело. Но это шутка, хотя на самом деле ничего это и не шутка, а это очень даже правда. Но дело не в этом. Дело в том, что я предлагаю всегда на все смотреть, ну давайте, если не дилектически, то хотя бы с точки зрения здравого смысла. Вот есть такое явление, в том числе, как меркантилизм, не надо бросаться в него какими-то штампованными определениями, которым иногда 100 лет, иногда 200 лет, и давайте прежде чем навесить ярлык, посмотрим, этот ярлык сегодня вообще работает или нет. Но если он не работает сегодня, может быть, нужно посмотреть, может быть, вместо того, чтобы вешать ярлык, может быть, приглядеться к инструменту и посмотреть, а не работает ли он в современных условиях. Ведь нам же в конце концов прямо сейчас жить надо, ведь так? Это даже не про диалектику, это просто про здравый смысл. Но уж если мы говорим про диалектику, так опять же мы должны точно понимать, что все существует только в развитии. Ни класс эксплуататоров, не застывший, ни класс эксплуатируемых, я говорю сейчас не конкретно про фабрично-заводской, про литриат, а вообще про эксплуатируемый класс, никогда за всю историю не замирал в каком-то монолитном состоянии, он всегда менялся, всегда трансформировался и подходить и к нуждам эксплуатируемого класса, и к опасностям, которые выдвигает класс эксплуататоров, и кстати говоря, к возможностям класса эксплуататоров, которые грех не использовать, так нужно подходить с точки зрения вот той самой меркантильной прагматики, которая в полном понимании только диалектика нам и описывает, что оно все время меняется по закону отрицания, собственного отрицания, перехода количества в качество. Поэтому в данном случае Олег задумал, на мой взгляд, очень интересную инициативу с философскими тетрадями, где очень многие моменты, которые, казалось бы, строго теоретические, а иногда и направлены в какой-нибудь 17-18 век, находят даже не зеркальное, хотя и зеркальное тоже, но такое мясное и жестокое отражение в современной действительности. Поэтому не нужно к философии относиться к как какой-то пустопорожней болтовне. Философия это наука о всеобщих закономерностях. Вот так вот. Поэтому я всячески поддерживаю данный проект, мне он очень нравится, слежу внимательно. Ну а меркантилизм, он вот такой, как мы его описали. Возможно, мы где-то ошиблись, возможно, у кого-то вызовут споры. Это хорошо. Да, ну вы почитайте, посмотрите. Ну а я благодарю Клима. Спасибо. Все хорошие люди должны объединиться и убить все плохих. Точно. Это еще Чингисхан сказал. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok